Здравствуйте, я Николай Пивненко. Сегодня 1 января. 320 лет тому назад в этот день Россия впервые встретила Новый год зимой, а не осенью. В стране указом Петра I был введен юлианский, так называемый древнеримский календарь. С 1 января уже 1947 года новогодний праздник в Советском Союзе стали считать нерабочим днем. Потом добавили еще один день и отмечали 1 и 2 января. Теперь мы отмечаем то 7, то 8, то 9 дней, но постоянно спорят по поводу 31 декабря. Пока он рабочий день, а так хочется, чтобы он тоже стал выходным. Для того, чтобы привлечь особое внимание какому-либо событию или дать в нашей стране, вот уже на протяжении 12 лет президент подписывает особые указы, где выделяются те события, на которые будет обращено особое внимание. И если минувший год был объявлен годом театра, кстати, вы успели сходить в театр, то наступивший год, 2020, будет годом памяти и славы. Согласно указу президента, он объявлен в ознаменовании 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Также 1 января – Всемирный день мира. Праздник учрежден в 1967 году римским папой Павлом VI. Спустя несколько лет Генеральная ассамблея и Организация Дневных наций наделила события официальным статусом. Ну а цель праздника проста – призвать общество к прекращению конфликтов и недопущение военного противостояния. Следующее событие, о котором я хотел бы рассказать, это день былинного богатыря Ильи Муромца. Наш с вами любимый герой Илья Муромец – невыдуманный, а вполне себе реальный человек. Считается, что прототипом этого богатыря был преподобный Илья Печерский, живший во времена Владимира Мономаха. Прототипом былинного персонажа считается также исторический силач Чоботок. 1 января, конечно же, говорить о силе нашего богатырского духа не приходится, потому что все немножечко расслаблены в состоянии. Тем не менее, о богатырской силе рано или поздно мы вспоминаем. Иногда она нам действительно по-человечески очень помогает. В этот день, в 1968 году на Центральном телевидении страны впервые выходит в эфир программа «Время». Она очень долгое время была главным политинформатором сотен миллионов советских людей. Впрочем, она существует и сегодня, после небольшого перерыва, который пришелся на 90-е, когда программу решили видоизменить. Но, видимо, то, что когда-то получилось очень неплохо, все равно рано или поздно возвращается. Ну а теперь еще о некоторых событиях, коротко, которые тоже попадают на 1 января. Ну, во-первых, в 1887 год в Лондоне напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе «Тюд багровых тонах». Никто не мог себе представить, что мало того, что Шерлок станет настолько популярным героем, которого, кстати, автор сам никогда особо не любил, пытался его убить, потом опять возвращал. Но самое интересное, что киногероев-то сколько у нас теперь? У каждого свой Шерлок. Причем у каждого поколения. 1926 год. 1 января в Ленинграде по городскому радиовещанию начинается передача сигналов точного времени. Помню, как сейчас. Фраза звучала примерно так. Начало шестого сигнала соответствует такому-то времени. И действительно, пик-пик-пик-пик-пик. Очень многие иногда, ну, что называется, просыпались именно под эти сигналы точного времени. Еще в этот день, в 1858 году, первые русские почтовые марки поступают в обращение на всей территории Российской империи. Вы же прекрасно понимаете, что некоторые марки сейчас стоят целого состояния. Может ли покопаться где-нибудь у себя в архивах? В 1932 году, 1 января, открывается Нижегородский автомобильный завод имени Молотова. Позднее он станет Горьковским автомобильным заводом «Газом». Как владелец автомобиля «Газ-2410», должен сказать, этому должна быть посвящена отдельная передача. Ну, а в 1944 году, в ночь на 1 января, впервые звучит государственный гимн СССР на музыку Александрова. Сегодня он тоже звучит на многих радиоканалах или на телеканалах. Но, собственно говоря, это не обязательно, а по желанию самой редакции того или иного информационного вещателя. Старейшему печатному изданию нашего муниципального образования «Люберецкая газета» сегодня, 1 января 2020 года, исполняется целых 25 лет. Вроде бы немного, но сколько за этим всего стоит? Первый номер продолжательницы всех добрых традиций своей предшественницы «Люберецкой правды» вышел в свет 1 января 1995 года тиражом более 26 тысяч экземпляров. С Новым годом и выходом первого номера «Люберецкой газеты» наших земляков тогда поздравил легендарный клоун и великий актер Юрий Никулин. А сегодня наших коллег поздравляем все мы, надеюсь, и наши телезрители. Ну и самое последнее, 1969 год. Премьера первого в Советском Союзе выпуска мультипликационного фильма «Ну, погоди». Что называется, это работа на все века. Но вот что интересно. Казалось бы, все понятно. Речь идет о банальной борьбе добра со злом. И все мы должны быть рады и переживать за зайца, чтобы ни в коем случае волк его не съел. Но так уж получается, что почему-то практически вся страна или дети, да и взрослые тоже всегда сочувствовали волку. С наступившим вас 2020 годом. Это большая дата. Счастливо. Счастливо.